Ну, очень жаль, что на центральном телевидении исчезла такая программа, которая называлась «Дли драма», потому что во многих городах люди же не могут ходить, приезжать в Москву, ходить в театры. И по телевидению они могли знакомиться с лучшими спектаклями, которые выходили в Москве, в Ленинграде. И когда это исчезло, мне показалось, что телевидение наше стало гораздо беднее и скучнее. Но наше сожаление, к сожалению, ни к чему не приводит, какой Колумбов получился у меня. И вот я очень рад, что в Нижнем Новгороде вдруг люди решили воссоздать это, взять лучшие пьесы наших российских драматургов, пригласить очень хороших актеров, режиссера Штарнберга, я давно уже очень знаю, он очень хороший режиссер. Я рад, что вот именно он взялся за такое замечательное начинание. И просто я, честно говоря, даже завидую. Жаль, что в Москве это не восстанавливается, а восстанавливается в Нижнем Новгороде. Вот надеюсь, что и в Москве Нижногородская вот эта программа, замечательная, тоже пойдет. И я увижу те спектакли, на которые я, наверное, не смогу просто так попасть. Вот это мне радостно. Так что большое спасибо Нижнему Новгороду и телевидению, и программе, которая называется НТР, по-моему. Да, НТР. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Господа, у вас ста рублей взаймы не найдется. У вас ста рублей взаймы не найдется. Павел Васильевич, ну-ка, дамка вышла, вас спрашивают. Не плачь. Но целый час. А? Да ну ее к черту. Скажи, что я занят. Она по Возилищу в 5 раз приходил. Говорит, очень нужно вас видеть. Не плачет. Плачет, не плачет. Целый час дождается. Ну ладно, проси ее 10 мая я взял отпуск на 28 дней Выпросил у нашего казначея 100 рублей вперед И решил пожить Пожить, как говорится, во всю Ивановскую Так что потом лет 10 Жить одними только воспоминаниями А вы знаете, что такое пожить В полном смысле этого слова Это не значит пойти в летний театр на оперетку Оттуда на ужин И вернуться домой к утру навеселеть Это не значит пойти на выставку Оттуда на скачки И повертеть кошельком около тотализатора Если вы хотите пожить То садитесь в вагон И отправляйтесь туда, где воздух пропитан запахом сирени и черемы Где, лаская ваш взор своей нежной белизной И блеском алмазных росинок На перегонки цветут ландыши и ночные красавицы Там под голубым сводом Ввиду леса и журчащих ручьев В обществе птиц и зеленых жуков Вы поймете, что такое жизнь Обо всем этом я думал Со ста рублями в кармане Перебираясь на дачу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ой, простите, пожалуйста Я, кажется, не туда попал А что вам угодно Вы, конечно, меня не помните Я имела честь познакомиться с вами у Хруцких Я Мурашкина Садитесь Чем могу быть полезен Пожалуйста Пожалуйста Чем могу быть полезен Видите ли Вы меня не помните Я Мурашкина Я большая поклонница вашего таланта И всегда с большим наслаждением Читаю ваши статьи Не подумайте, что я вам льщу Избави Бог Я только Воздаю должное Всегда, всегда вас считаю Однако я Простите, не чужда авторства Нет, конечно, я Не смею называть себя писательницей Но И моя капля Мёда есть В бочке Я напечатала Разновременно Три детских рассказа А вы, конечно, читали Много переводила И мой покойный брат Работал в деле Чем могу быть полезен Надо вам сказать Я Пардон Пур леспрессион Я Разрешилась От Времени Драмой И Прежде чем посылать Её в цензуру Мне бы хотелось узнать Ваше мнение Павел Васильевич Любил только Свои статьи Чужие же Которые ему предстояло Прочесть или прослушать Производили на него Всегда впечатление Пушечного жерла Направленного ему Прямо в физиономию Хорошо Оставьте Я прочту Павел Васильевич Павел Васильевич Я знаю У вас Мало времени Вы Очень заняты Вам каждая минута дорога И Я знаю Сейчас вы меня посылаете К чёрту Но Будьте добры Позвольте мне Прочесть Мою драму Сейчас Будьте милы Что вам угодно Мне нужна дача Софьи Павловны Книгиной Я Софь Павловна И Так что вам угодно Под дачными И квартирными Хозяйками Привык разуметь Особ пожилых Ревматических Пахнущих Так сказать Кофейной гущей Но тут Спасите нас у неба Херувимы Как сказал Гамлет Ваш друг Мне писал уже Чаю хотите? Да Спасибо Пожалуй Вам со сливками Или с лимоном Со сливками И с лимоном Есть порода женщин Чаще всего рыжих С которыми достаточно Посидеть 2-3 минуты Чтобы вы почувствовали Себя уже как дома Словно давным Давно знакомы Именно такой была И Софьи Павловна Выпивая первую чашку Я уже знал Что она Не замужем Да Живет на процент Из капитала И ожидает В гости тетю Марфу Петровну Марфу Петровну Выпивая вторую чашку Я узнал причины Побудившие Софь Павловну Сдать одну комнату В наймы Во-первых Одно и платить За дачу 120 рублей Тяжело А во-вторых Как-то Жутко Вдруг ночью Вор заберется Или днем Страшный мужик Зайдет Я думаю Нет ничего Предсудительного В том Что В угловой комнате Будет жить Какая-нибудь Одинокая женщина Или мужчина Но мужчина Лучше Да Мужчина Лучше С мужчиной Хлопот меньше Да и не так Страшно Я очень Рад Сударыня Но Я Занят Мне Очень Ехать Нужно Павел Васильевич Я жертвы Прошу Я Нахально Я назойлива Но будьте Великодушны Завтра Я уезжаю В Казань И мне сегодня Хотелось бы Знать Ваше мнение Подарите Мне Подарите Мне Полчаса Вашего Внимания Только Полчаса Умоляю Вас Павел Васильевич Был в душе Тряпкой И не умел Отказывать Когда ему Стало казаться Что барыня Собирается Зарыдать И стать На колени Он Конфузился И забормотал Растерянно Ну Хорошо Созвольте Я послушаю Полчаса Я готов Действие первое Явление первое Начало Она прочла О том Как лакей И горничная Убирая Роскошную Гостиную Длинно Говорили О барышне Анне Сергеевне Которая Построила В селе Школу И больницу Горничная Когда лакей Вышел Произнесла Монолог О том Что учение Свет А не учение Тьма Потом Мурашкина Вернула Лакея В гостиную И заставила Его сказать Длинный монолог О барине Генерале Который Не терпит Убеждений Дочери Собирается Выдать Ее За богатого Камерюнкера И находит Что спасение Народа Заключается В круглом Невежестве Затем Когда прислуга Вышла Явилась Сама барышня И заявила Зрителю Что она Не спала Всю ночь И думала О Валентине Ивановиче Сыне Бедного Учителя Безвозмездно Помогающем Своему Больному Отцу Валентин Прошел Все науки Но не верует Ни в дружбу Ни в любовь Не знает Цели в жизни И жаждет Смерти А потому Ей Барышне Нужно Спасти его Павел Васильевич Слушал И с тоской Вспоминал О своем Диване Он Злобно Оглядывал Мурашкину И чувствовал Как по его Барабанным Перепонкам Стучал Ее Мужской Тенор Черт Тебя Принес Очень Не нужно Слушать Твою Чипуку Ну Чем Я виноват Что ты Драмы Написал Господи Какая Тетрадь Толстая Вот Наказание Жена Приказала Купить И привезти На дачу Пять Оршин Тесьмы Фун Сыру И зубного Порошку Как бы Мне не потерять Обрящих Тесьмы Куда я Усунул Ах Кажется В синем Пиджаке А подлые Мухи Успели Таки Засыпать Многоточие Не Женин Портрет Надо будет Приказать Ольге Помыть Стекло Читает Двенадцатое Ивление Значит Скоро Конец Первого Действия Неужели В такую Жоруду Еще При такой Корпуленции Возможно Вдохновение Ах Чем Драму Писать Ела бы Лучше Холодную Окрошку Да Спала бы В погребе Вам не кажется Что этот Монолог Слишком длинен Нет Нет Очень Не Одним словом Через час Другой Я и Софь Павловна Были уже Друзьями Ну Обо всем Поговорили А о главном Ни слова Сколько Вы с меня Возьмете Жить Я собираюсь Недолго Двадцать Восемь дней Ну там Обед Чай Прочее Ну Нашли О чем Говорить Я же комнату Сдаю Ну не из расчета А из-за того Чтобы Людней было Ну если Двадцать пять Рублей Можете дать Двадцать пять Рублей Конечно Ну вот и Прекрасно Ваша комната Будет вот Да Ну Спокойной ночи Спокойной ночи Спокойной ночи Спокойной ночи Спокойной ночи Спокойной ночи И дачная жизнь моя Началась Анна, вас заел анализ. Вы слишком рано перестали жить сердцем и доверием к уму, Валентин. Что такое сердце? Это понятие анатомическое, как условный термин того, что называется чувствами. Я не признаю его, Анна, смятившись. А любовь? Неужели она есть продукт? Ассоциация идей. Скажите откровенно, вы вы велико когда-нибудь, Валентин, с горечью? Не будем трогать. Старых, еще не заживших ран, Пауза. О чем задумывается, Анна? Мне кажется, что вы несчастливы. Семнадцатое явление. Тогда ж конец. Боже мой. Если эта мука продолжится еще десять минут, то я крыкну, Караул! Невыносимо! Занавес. Действие второе. Сцена представляет собой улицу направо, школа налево больница, на ступенях последние сидят поселяне и поселянки. Виноват. А сколько всех действий? Пять. Из окна школы глядит Валентин, видно, как в глубине сцены поселяне носят свои пожитки в кабак. Как приговоренный к казни и уверенный в невозможности помилования, Павел Васильевич уже не ждал конца, ни на что не надеялся, а только старался, чтобы глаза его не слепались и чтобы с лица не сходило выражение внимания. Будущее, когда барыня кончит драму и уйдет, казалось ему таким отдаленным, что он и не думал о нем. Не прошло и недели, как случилось то, чего вы все давно уже от меня ждете. Я не устоял. Софья Павловна! Софья Павловна! Софья Павловна, где вы? Софья Павловна! Эй! Кто здесь? Софья Павловна, это я! Здесь кто-то есть? Это я, Софья Павловна! Я буду кричать! Где вы? Не надо кричать, Софья Павловна! Воры! Где вы? Это не воры, Софья Павловна, это я, это не воры, Софья Павловна! Что сказать? Кыш! Суфь Павловна, Суфь Павловна, люблю Пылка, страшная наркость, будьте моей Вы не думали, вы меня принимаете Суфь Павловна, будьте моей, я вас обожаю Суфь Павловна Я вас обожаю, Суфь Павловна Я вас обожаю Порядочный И о чем тут долго говорить Не понимаю Забыл я соды принять О чем уж я Да, о соде У меня по всей вероятности Катар желудка Видно Смирновской целый день глушит водку А у него до сих пор нет катара Ну а кто какая-то птичка села Воробей Когда мы с тобой посчитаемся Ну зачем же после, Сонечка Ну дружба дружбой А денежки, как говорится, врозь Ну, Сонечка, ну я не хочу жить за твой счет Ну, Сонечка, ну Как же ты можешь? Как тебе несовестно В такой момент Ну, Сонечка, ну я тебя прошу Ну как-нибудь бы после заплатил Ну зачем же после, Сонечка? Ну, сколько там? Ну, посчитаемся Что это? Счет Ну, прекрасно Сейчас посчитаемся И дело с концом Валентин, нет Позвольте мне уехать Анна испугана Зачем Валентин в сторону? Она побледнела ей Не заставляйте меня объяснять причин Скорее я умру Но вы не узнаете этих причин Анна, после паузы Вы не можете уехать Анна, после паузы Так Итого 212 рублей 44 копейки Да это не мой счет, Сонечка Твой, Дудочка Да погоди Откуда же столько? Сонечка, а? Валентин Иржа Анну в объятиях Ты воскрестила меня Указала цель жизни Ты обновила меня Как весенний дождь Обновляет Ирбужденную землю Но поздно Грудь мою Почет Неизлечивый Ну откуда жестоко, Сонечка? Ну, 25 рублей за дачу Ну, это как договаривались Три рубля Прислуга Ладно, и на это согласен Что, Дудочка Неужели ты мне не веришь? Хорошо Изволь, посчитаемся Листовку Листовку ты пил каждый день Не могла же я подавать тебе водки За эту же цену к обеду Клубника, огурцы, вишни Сливки Кофе Чаю И потом Ты же не договаривался Пить кофе А пил же его каждый день Ну, все впрочем Впрочем, это такие Мелочи Дудочка Изволь, я сброшу тебе 12 рублей Пусть останется Только 200 Юлия 11 Те же Барон и Становой С понятыми Валентин Берите меня Анна Я его Берите И меня Да, берите и меня Я люблю его Люблю больше жизни Барон Анна Стригевна Вы забываете Что губите этим Своего отца Хорошо Хорошо, Сонечка А вот здесь Вот Проставлено 75 И не обозначено За что За что это, Соня? Как же Как же За что? Вот Мила Дудочка Берите меня Я убил ее Держите меня Я убил ее Простите У вас 100 рублей Взаймы не найдет КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok